Книга пророка Аввакума Как говорится, рыба гниет с головы. Аввакум описывает положение вещей в Иудее следующими словами. 1 глава, 3 и 4 стихи. Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и подымается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одаревает праведного, то и суд происходит превратный. Более подробное описание беззаконий, происходивших в то время, содержится в книге пророка Иеремии, 22 главе. Вот некоторые цитаты из этого текста. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и гордится своим беззаконием. Кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Отец твой, сказано царю иудейскому, ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дела бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои дела и твое сердце обращены только для твоей корости и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. За это ослинным погребением будет погребен Иоаким. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Кстати, это в точности и исполнилось. Итак, что же мы видим? Беззаконие, как в духовном смысле, так и в гражданском, насилие, несправедливость. Подобные вещи очень смущают Иоакума, чье имя означает сердечно любящий. Кто же он такой? Информацию об Иоакуме мы можем взять только из его книги. На этом основании мы видим, что он был человек думающий, неравнодушный, справедливый, благочестивый и, скорее всего, нес служение левита или певца. Сама книга представляет собой диалог Иоакума с Богом. В первой главе Иоакум задает Богу вопрос, получает ответ и, шокированный Божьим ответом, задает следующий вопрос. Во второй главе Бог подробно отвечает Иоакуму. И третья глава – это хвалебная песня Богу, выражающая полное смирение Иоакума перед правом суверенного Бога управлять этим миром. Давайте посмотрим на все это более подробно. Как мы уже слышали, в Иудее царствовал нечестивый царь. Храм приходит в упадок. Левит Иоакум видит равнодушие людей к богослужениям и закону Божьему. Страна скатывается в хаос беззакония. Благочестивым людям становится все труднее и труднее жить в ситуации, когда грех становится нормой для общества. Не правда ли похоже на нашу ситуацию? Как часто нам приходят в голову такие вопросы, когда мы смотрим на моральное и духовное разложение людей? Легализация на полых браков, пропаганда грехного образа жизни, обман, лицемерие, двойные стандарты. В это время Абакум задает Богу первый вопрос. Второй стих первой главы. Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Пророк обеспокоит, почему Бог не судит Иудею за явные грехи. Добр ли Бог, когда допускает столько зла вокруг? Интересно, какой ответ ожидал Абакум? Возможно. Я еще раз попытаюсь образумить Иоакима. Пошлю к нему еще парочку пророков. Допущу легкую болезнь. Будет не урожай у народа, небольшое наводнение, небольшая засуха. Может, тогда они одумаются и обратят на меня внимание? Однако ответ Бога был не таков. Он был очень грозен. Я подниму халдеев. Народ жестокий, нечестивый. Они разграбят, уничтожат Иудею, будут беспощадны, прольют реки крови. Ответ Бога ошеломил пророка. Как так? Почему так жестоко? И почему Бог использует для наказания нечестивой Иудеи намного более грешный и крайне жестокий народ? Где же справедливость? Аввакум, ты же сам только что обвинял Бога в бездействии. А когда Бог начинает действовать, ты пытаешься включить заднюю скорость. Какие же мы люди непостоянные. И Бог знает это. Он видел сердце пророка, который любил свой народ. При этом понимал, что без Божьего наказания не обойтись. Но хотел мягенького наказания. Иногда мы поступаем подобным образом. Молимся за дорогих нашему сердцу неверующих людей. Просим, чтобы Бог призвал их к покаянию, но только не через страдания и проблемы. Очевидно, что Бог не жестокий. Его призыв всегда мягок и нежен. Но если человек упорствует, то тут Бог по своей любви может послать испытания. Смущенный жестокостью Божьего суда, Аввакум забыл, что сравнительная праведность – это не библейское понятие. Ведь Бог оценивает праведность народов и людей не в сравнении друг с другом, а в сравнении с собой. Поэтому вправе использовать более грешных с человеческой точки зрения для вразумления менее грешных. Пророк ждет Божьего ответа. Он искренне хочет понять суть происходящего. А Бог с искренним поступает искренне, а с лукавым – по лукавству его. Поэтому Аввакум получает желаемое. Ответ Божий прост. 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Кстати, эта фраза неоднократно цитируется в Новом Завете. Римлянам 1.17, Галатам 3.11, Евреям 10.38. Снова мы видим уникальное единство Библии. И пример, как органично книга пророка Аввакума вписывается в общий план Божественного Откровения. Жизнь по вере. Спасение по вере – это не какая-то свежая идея, появившаяся в Новом Завете. Вера – это человеческая реакция на Божью незаслуженную, спасающую благодать. Бог не меняется. Он неоднократно подчеркивает веру ветхозаветных праведников, таких как Авраам или Ной, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Далее Бог объясняет суть жизни без веры. И по вере. Во второй главе мы видим пять восклицаний горя, как приговор нечестивца. Кстати, подобное построение своей речи использовал Иисус, обличая лицемерных фарисеев в Англии от Матфея, 23 главе. И финальный вердикт. Нечестивец погибнет. Успехи его временные. Бог справедлив и остановит насилие, но в свое время. Пророк понял Божий ответ. У него больше нет вопросов. Третья глава – это песня. Песня хвалы Богу и возвеличивания праведной жизни по вере. Мы видим здесь Бога суверенным и святым, сильным. Третий стих, третья глава. Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славу его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет. От руки его лучи, и здесь тайник силы его. Пред лицем его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, возрел и трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Также мы видим, что Бог допускает наказание для исправления своего народа, но никогда не теряет контроля над процессом. Он любит свой народ, и в определенное время могущественно вступится за него. Тринадцатый стих. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь голову нечестивого дома, обнажая его до основания. И, наконец, жизнь по вере – это жизнь в полном доверии Богу, которого хорошо знаешь, даже тогда, когда обстоятельства твоей жизни неимоверно тяжелые и печальные. Шестнадцатый стих. А я, говорит Аввакум, должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не рассвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты возведет меня начальнику хора. Кстати, на эти слова есть прекрасная христианская песня, которую мы очень любили и часто пели молодежью лет тридцать тому назад. Ссылочка в описании. Итак, книга пророка Аввакума. Потрясающая книга. Много лет назад, вдохновленной ею, я разработал курс для библейского колледжа на пятьдесят лекционных часов. Конечно же, в данном обзоре нет возможности искать и десяти процентов из того, что хотелось бы, однако даже быстрый взгляд дает нам много практических советов и уроков для нашей с вами жизни. Вот некоторые из них. Мы имеем полное право в смирении вопрошать Господа о волнующих нас вопросах, не в претензии, а с желанием понять Его, увидеть Его глазами суть происходящего с божественной перспективы. Второе. Бог не обязан отвечать на упреки или вопросы человека. Когда, почему, но Он не оставляет нас в часы духовной борьбы. И поддерживает, и утешает. Третье. Боль и страдания в жизни христианина не всегда, но иногда приходят как наказание от Бога за греховный образ жизни с целью исправить и помочь осознать, что в жизни не так. Следующее. Мы никогда не должны сомневаться в справедливости Бога или ставить под сомнение Его право действовать в соответствии с Его волей, другими словами, Его суверенностью. Важно восхвалять Бога даже тогда, когда мы не понимаем Его действий, не согласны с Ними, когда они приносят нам боль и страдания. Следующее. Хорошее знание Бога помогает не разочаровываться в Нем в часы трудностей и испытаний. И, наконец, понимание сочетания Божьей суверенности, милости и любви приносит в жизнь христианина радость и уверенность в будущем, светлом будущем, на небесах с Иисусом Христом. Читаем Библию вместе. И благослови нас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok